Вспомнили спустя несколько лет. Приоритетные национальные проекты, здоровье, образование и доступное и комфортное жилье реализовываются прекрасно. Другого определения после доклада министров профильных министерств на совете губернатора просто не подобрать. Ну разве что в строительстве жилья есть некоторые нюансы, но и на то нашлись причины. Недостаток свободной земли. Первое выступление посвятили медицине. Министр Тамара Семивеличенко рассказала, что в здравоохранении все хорошо. Рождаемость превышает смертность, все получают бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, причем неважно областной центр это или отдаленный район. Да и от болезней, если люди умирают, то по сравнению с прошлыми годами гораздо меньше. У членов совета вопросов к докладчику практически не было. То же самое с образованием. Проблемы очередей в детские сады и их нехватки не коснулись. В 2012 году финансовое обеспечение мероприятий НАЦПроекта в Оренбурге составило около 1 миллиарда рублей дополнительных средств для нашей отрасли по 8 направлениям. Похоже и проблем с нехваткой жилья в Оренбургской области нет. По мнению министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сергея Домникова, название проекта «Доступное и комфортное жилье» соответствует своему содержанию. И даже если вы не льготник и не стоите в очереди на квартиру, и пусть денег у вас на ее покупку нет, приобрести жилье все равно легко. Банки сейчас предлагают безумно выгодные условия. Уровень средневзвешенной процентной ставки по ипотеке в Оренбургской области составил по итогам года 11%, что на 1,3% пункта ниже, чем в целом в Российской Федерации. Правда, каким образом выводилась средняя цифра в 11% Сергей Домников не сообщил. Причем у губернатора вопросов не возникло. Тем не менее, некоторые недоработки Сергею Домникову пришлось признать. Развивается этот нацпроект не так, как хотелось бы. Ввод жилья с каждым годом становится все меньше. Причина – нехватка земли. Но, как выясняется, земля на самом деле есть. У нас есть свободная площадь под строительство почти 400 тысяч, даже 450 тысяч квадратных метров жилья. Это 20-й микрорайон. Мы проупражнялись весь 12-й год. Весь 12-й год поднимали вопрос перед Минприроды области. Давайте решать вопрос. Давайте будем объявлять аукцион. Меня все время заверяли. Документация готова. Нет никаких проблем. Мы готовы. Что происходит в Оренбурге по этому 20-му микрорайону. Как говорил, отдайте им. Пусть они что хотят, то и делают. Вот пусть что хотят, то и делают. Сегодня это находится в стадии урегулирования. Окончательного ответа по экспертизе мы сегодня официально пока еще не получили. Но в Москве по этой теме уже были от нас командировочные. Мы как бы в планах, в сроках их ускоряем. Почему вдруг опять вспомнили об этих национальных проектах? Спустя два года тишины никто так и не сказал. Впрочем, как и о проблемах, которые существуют сегодня и в медицине, и в образовании, и в строительстве. Не говоря уже о сельском хозяйстве. Александр Жарков, Дмитрий Григорьев, Орен-ТВ.